Короче, когда ты приходишь в универ, есть много разных аспектов, но есть один важный. Это классное место, чтобы знакомиться с новыми людьми. Некоторые думают, что им надо найти наставника. На самом деле это не совсем правда, когда тебе там 18, 19, 20 лет, ты даже если найдешь классного наставника, ты не оценишь, а в чем он классный, потому что ты еще не понимаешь глубины его классности. На самом деле тебе нужен не наставник, тебе нужен соперник. Кто-то, с кем ты будешь соревноваться, и в универе очень много возможностей найти классных ребят, которые тебя поначалу будут бесить, типа, самые умные, а потом становятся твоими лучшими друзьями. В группе было несколько ребят, у нас такое было с ними негласное соревнование, кто круче в плане учебы. Не такое додиковское, прям, типа, что сидеть, а мы выдумывали разные способы, как можно классно, быстро, эффективно закрывать сессию и помогали друг другу, прокачивались, шли втроем на красные дипломы. У нас была стратегия умного ряда, у нас была большая такая лекционная аудитория в 10-м корпусе, и в основном ребята садились на центральные ряды, которые перед преподавателем, ну и желательно где-нибудь сзади, чтобы их было не видно. А мы садились на самый боковой ряд, он, как правило, был пустой, но на первую парту. И в какой-то момент мы стали готовиться к лекциям, то есть мы знали, какая будет следующая тема, мы пробивали, какие учебники использует преподаватель, мы читали их заранее, приходили на лекцию подготовленными и поправляли преподавателя у доски. Кто-то бесился, кто-то наоборот такой, о, прикольно, прикольно, прикольно. Но самое главное, что мы всегда занимали одно и то же место, и в какой-то момент преподаватели начинали разговаривать не со всей аудиторией, а с нами тремя в бок, читали лекцию нам, потому что мы им отвечали и давали позитивный фидбэк. Один раз даже ко мне подошла преподавательница по информатике и говорит, слушайте, мне надо уехать, но я не хочу отменять пару, а можно вы за меня лекцию прочитаете? Мы такие, да не вопрос, конечно, как бы приготовились, прочитали сами себе лекцию. Таким макаром мы выбивали автоматы. То есть мы приходили к преподавателям, говорили, ну вы же знаете, мы знаем все, а на самом деле ты должен знать на одну лекцию вперед, и все, ты просто заранее читаешь учебник. Выбивали автоматы даже на тех предметах, на которых автоматов вообще не было никогда. Однажды мы пришли, все такие умные, взяли научные работы, договорились, что будем их выполнять. Не делайте так, это нечестно. Ну и, естественно, после сессии слились и больше никогда не появлялись, зато у нас у всех были автоматы. Поэтому ищите себе с кем соревноваться в хорошем смысле, ищите разные способы и стратегии обучения, это важно. Не всегда надо просто сидеть и ботать. Иногда нужно подойти с умом, иногда нужно найти подход, иногда нужно определить, какие вещи ключевые, а какие, ну, на самом деле не такие важные. Учеба — это не про то, чтобы понять 100% материала, это скорее про то, чтобы найти наиболее эффективный способ достичь своей цели. И вот это самый важный скилл, который вам в будущем пригодится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok